Продолжение следует... 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 а супруги адвоката Ивана Павлова из команды 29, которую в свое время выдворили из России как гражданку США, якобы социально и политически неугодную российскому обществу, ну и российским властям, разорвав семью и так далее. Вот недавно ИСПЧ присудил, по-моему, 12,5 или 14 тысяч евро компенсации госпожа Гаскар полагает, что было нарушено право на справедливое судебное разбирательство. В общем, это одно из тысяч дел, по которым ИСПЧ признает, что в России нет справедливого судопроизводства, но это дело примечательно тем, что, отстаивая свою позицию в Российской Федерации в лице Минюста, собственно, признало тот факт, что российское правосудие, российские суды, в вопросах, которые находятся в ведениях Федеральной службы безопасности, обеспечивающей государственную безопасность, национальные интересы, является, собственно, подчиненной структурой. То есть прямая зависимость судов от воли, проводимой через Федеральную службу безопасности, была заявлена в Высоком Европейском суде. И комментируя, собственно, статью Коммерсанта, которая вышла на неделе, у меня, ну, построилась конструкция в итоге гибридной реальности, которую я вам до начала, собственно, существо лекции, касающиеся защиты прав, заключенных хотел посоветовать, ознакомиться. Поэтому, исходя вот из этого постулата, что заключенные, политзаключенные, все граждане, кто подвергается ограничению или лишению свободы в целях воспрепятствования реализации ими своих конституционных прав, свободы слова, свободы выражения мнения, свободы совести, свободы собраний, свободы объединений, или подвергающиеся решению ограничения свободы как наказания или мести за реализацию этих свобод или отстаивания прав своих, тех групп, к которым люди относятся, или других граждан и социальных групп, потерял мысль, но в итоге мы приходим к тому, что ничем политзаключенные от других заключенных не отличается. И когда человек за кражу буханки хлеба получает 4 года лишения свободы, потому что ему предрисовывают еще кражу бутылки пива, пачки сигарет из того же магазина и соседних, хотя он такой кражи, положим, не совершал, то он тоже жертва той политической системы, которая построена на, в общем-то, человеконенавистнических принципах, на принципах жесткого ограничения и наказания, а в общем не на принципах человеколюбия и попытки построить общество доверия, равенства, любви и так далее. На открытии, вот Иван представил, что я представляю Русю сидящую, действительно, я являюсь руководителем юридической клиники, Руси сидящей в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе. Два слова скажу вам. Русь сидящая, это, можно ее именовать правозащитной организацией, можно именовать, так как она юридически именуется, это благотворительный фонд помощи осужденным и членам их семей, была создана журналистом, общественным деятелем Ольгой Романовой, которая сейчас находится в вынужденной эмиграции в Берлине, Германии, в связи с тем, что ее преследуют в связи с деятельностью фонда по оказанию помощи заключенным на средства президентского гранта Российской Федерации. Это к вопросу о том, что государственные деньги в России всегда токсичны, и даже если вы их получили и используете по назначению, вас могут за это потом достаточно легко подвергнуть преследованию. Тем не менее, несмотря на то давление, которое на организацию, созданную в целях осуществления гуманитарных и правозащитных проектов, не только для узкого круга, именно признанных были заключенными, а для широкого круга вообще заключенных и подвергаемых ограничению и лишению свободы граждан России, организация продолжает свою деятельность. И в марте-апреле месяце при поддержке Совета Министров, это высший орган исполнительной власти Европейского Союза, на грант, соответственно, Европейского Союза, удалось запустить проект «Еридическая клиника» и вместе с ней открыть филиалы «Русси сидящие» в Ярославле. Если кто-то связан с Ярославлем, у кого-то есть друзья, можете порекомендовать на сайте «Русси сидящие» и с координатой. В Новосибирске и в Санкт-Петербурге. Ну и продолжает активную деятельность офис в Москве, координирует деятельность «Русси сидящий» супруг, муж Ольги Романовой, Алексей Козлов, собственно, спасая которого, Ольга из журналистов стала, по сути, правозащитником и общественным деятелем. И, занимаясь вызволением его из мест лишения свободы, она осознала ту миссию, которая, на самом деле, мне кажется, очень важна. Это миссию помощи заключенным и заключенным гражданам России, которые составляют значительную часть нашего большого российского общества. На открытии пресс-конференции в Росбалтии у нас был один из наших экспертов, которого мы обратили со стороны зла на сторону добра, но, в общем, его судьба так тоже помогла ему. Это Дмитрий Довгий, он был... То есть сейчас его бы статус был заместитель главы Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкина. Фамилия Бастрыкина много кому известна. Он был заместителем главы Следственного комитета при прокуратуре еще до вывода данного подразделения, тогда Генеральной прокуратуры, в отдельный орган Следственный комитет, который возглавил предавший его, собственно, его друг, они долго дружили, и его руководитель, тогда поведен, Александр Бастрыкин. Дмитрий был обвинен в получении в период работы судьей в Санкт-Петербурге во взятки, которую он, разумеется, не получал, но показания дал человек, сидящий там на длительном сроке в одной из колоний, и получил 9 лет лишения свободы, отсидел 8, часть с послаблением срока в колонии-поселении, и сейчас у него юридическая, собственно, юридическая фирма в Санкт-Петербурге. Мы посчитали, что опыт экспертизы такого человека поможет нам в деятельности. И вот, презентуя наш проект, он сказал ту статистику, которую я потом проверил, и она действительно производит впечатление. 10% российских граждан столкнулись или столкнулся в течение ближайшего года, это мы говорим вот о реальности 2018-2019 года, с ограничением или лишением свободы. Но есть ли эти цифры? 10% и без того очень много. И не обязательно это связано с уголовным преследованием, это может быть задержание по так называемой мелочи, это жаргон сотрудников полиции по мелкому хулиганству, которое закончится при хорошем раскладе штрафом, при менее хорошем административном арестом, но может и закончиться, как в 23-м отделе весной этого года закончилась жизнь мужчины, жена которого попросила попридержать его в отделе полиции, его задержали за мелкое хулиганство, в итоге нашли повешенном в течение ближайших 3-х часов после задержания в камере 23-го отдела. Так вот, поэтому ограничение свободы это не всегда, как у Олега Сенцова 20 лет. Последствия могут быть и при очень незначительном ограничении свободы. Но есть и другая цифра, которая убивает на повал любого, с кем начинаешь разговаривать, тем более у нее есть доказанные источники. 35% российских семей столкнулись или столкнутся в течение ближайшего года с ограничением свободы или лишением ее в отношении члена семьи или родственника, который относится к этой семье. И это уже говорит о том, что сидящих в России и тех, кого я назвал политзаключенным, в силу того, что политическая система устроена против человека, уже становится треть практически нашего российского населения. И задача благотворительного фонда «Русси сидящие» это объединять таких людей в помощи друг другу. Чем он отличается от классических благотворительных фондов, о которых мы, может быть, слышали? У него нет какой-то кубышки, где лежат какие-то средства, которые могут быть переданы на помощь тем или иным заключенным. Он просто создает инструмент, когда люди, нуждающиеся в помощи, приходят и говорят, что они сами могут сделать для себя или для других, и фонд находит за счет комьюнити, за счет сообщества людей, кто к нам пришел, находит возможность помочь этому человеку в решении его конкретной проблемы. Почему проект «Юридическая клиника»? Сначала он мне не понравился, потому что в каком-то смысле такое сочетание с компрометированными юридическими клиниками при университетах, при юрфаках существуют в стране такие проекты оказания бесплатной юридической помощи. Там работают студенты, они берут бесплатно какие-то гражданские, административные дела, уголовные нет, потому что для этого требуется адвокатский статус. Но потом я подумал, что клиника очень подходящее название, потому что наша страна глубоко больна, общество глубоко больно, и те, кто осознают, что в силу того, что на них наехало, извините за основное государство, или в силу того, что они прозрели, что это тяжелая болезнь, и ее надо как-то лечить, они приходят в клинику. Мы пытаемся диагностировать, все-таки, что же реально за болезненно, какая часть болезни затронула их, и какие лекарства, какие способы лечения могут дать какой-либо позитивный результат. Бывает, заканчивается тем, что мы говорим, что здесь ничего невозможно сделать, кроме как облегчить страдания близких, облегчить страдания человека, оказавшегося по ту сторону забора, по ту сторону стены. Вот призываю использовать недавно, мне тоже прилип, после очередного митинга в отдельном парке, он был многочисленным, но очень символичным, там количество собравшихся было примерно равно количеству сотрудников полиции и спецслужб присутствующих на мероприятии. И нас разделял вот так вот слегка дорожки леса, то есть стен не было, но тем не менее там в очередной раз звучала известная песня «Стены рухнут». Вот сленг «Стены рухнут», ну не сленг, а хэштег «Стены рухнут» у меня еще после этого последнего митинга прилип, я теперь, когда пишу вам про заключенных, добавляю еще вот хэштег «Стены рухнут». Когда-нибудь они действительно должны рухнуть, как рухнуло, никто не верил в Германию, я встречался, что рухнет берлинская стена. Недавно мне подарили кусочек этой берлинской стены, аутентичной, и я его так положил на стол, как напоминание того, что, в общем, невозможное может случиться. И у нас могут произойти те изменения, которые повлекут возрождение нашего гражданского общественного сознания, возможно, изменение общественно-государственного устройства. Когда говоришь об изменении общественно-государственного устройства, тут же встаешь на такую зыбкую почву экстремизма и так далее. Значит, это вот такие предисловия. Теперь о чем бы еще хотелось сказать? За что преследуют в России, если мы не говорим о криминальных преступлениях, а говорим о мысле-преступлениях или о сферах, связанных с гражданской политической активностью? И почему преследуют? К сожалению, мне кажется, что те, кто подпадает под прессинг, под давление, зачастую ошибочно оценивают преследование их самих как изначальных объектов преследования государства по причине какой-то опасности этих групп людей по отношению к государству. Возможно, кто-то из здесь присутствующих был во Сяньковском саду на митинге в защиту преследуемых по делу антифашистов в сети. Здесь, я так понимаю, это у меня были выступающие, которые рассказывали об этом деле. Там на том митинге звучало очень много правильных слов, но общая атмосфера была такая, что российское государство преследует антифашистов и анархистов, потому что они анархисты и антифашисты. Это ошибка, хотя государство создает инвизию этого. Почему? Сейчас объясню. Если мы говорим о деле сети, то, как ни странно, дело сети появилось из дела правых. Дело левых появилось из дела правых националистов, имеющих какую-то условную принадлежность к социальному политическому проекту, провокационному, вне всякого сомнения, который развивал господин Мальцев, справивающийся сейчас в Лиле под Парижем и планировавший условно мирную или не мирную, но радикальную, вне всякого сомнения, акцию 05.11.17. Так вот, вот эта история вокруг подготовки была использована для подготовки в недрах Федеральной службы безопасности при поддержке Следственного комитета, структур МВД, Центр противодействия экстремизма, в дело в отношении активных сторонников и участников артподготовки. В настоящий момент в 35 городах России возбуждены уголовные дела в отношении правых и условно причисленных к правым группировкам лиц, которые проявляли некую активность в социальных группах, в Телеграме, ВКонтакте, в других группах, связанных с подготовкой той социальной инициативы, которую предложил в свое время Мальцев. Это инициатива, что 5-го на свободу собрания не уходим оттуда любой ценой. Ну, собственно, в этом заключалась идея. Сама по себе эта идея нисколько не правая и не левая. Эта идея подчеркнута из книги «Революция 2.0». У меня плохая память на авторов. Но это автор, который был в гуще событий в Египте во время Арабской революции. Потом написал о тех технологиях, которые там были использованы и применены. Написал книгу. Ну, и о своих впечатлениях. И в свое время сначала в Египте, потом в Турции принцип объявления дня протеста, когда жители страны, выступающие с неким социально-экономическим или политическим протестом по отношению действующей власти, в одно и то же время выходят на центральной площади своих городов и не уходят оттуда, пока не добьются определенной повестки. Вот эти идеи, собственно, были подчеркнуты Вячеславом Мальцевым и предложены при полном понимании того, что российское общество к таким идеям не готово. Но эти идеи очень хорошо будут восприняты в Федеральной службе безопасности для преследования просто гражданско-активных людей. И так получилось, что в Пензе те первые ребята, которые были арестованы по делу сети, арестованы были потому, что были подписаны на группы 05.11, связанные с событием 05.11. Но когда их задержали, когда были проведены первые допросы, стало понятно, что они являются идеологическими противниками, объявленных инициаторами идеи артподготовки правых, что они левые, что они антифашисты, что они анархисты. И приподнести обществу историю о том, что антифашисты договорились условно с фашистами, условно, мы всегда говорим, что здесь есть некая условная терминология для того, чтобы 5 ноября устроить свержение Владимира Путина, но это чересчур, скажем так, накрученная история. И если в постановлениях о возбуждении уголовных дел по артподготовке звучала фраза «такие-то группы создали территориально распределенные экстремистско-террористические ячейки российского радикального подполья с целью подготовки и осуществления вооруженного свержения действующей государственной власти», то в деле сети, к сожалению, только то, что мы знаем благодаря опубликованным «Репаблика» документам, потому что остальные документы все засекречены, точно такие же формулировки используются при формулировании условного обвинения от лица российского государства в адрес лиц задержанных по делу того же экстремистско-террористического сетевого движения, названного теперь просто «сеть». Кто-то не особо упорствовал в поиске правильного названия и придумал, что «а назовем-ка мы это сетью». Поэтому правые считают, что их преследуют, потому что они правы, потому что они собирались сделать событие 05.11 и поддержали Мальцева с этой инициативой. Левые считают, что их преследуют, потому что они являются противниками радикальных методов репрессий, проводимых государством. На самом деле, я сейчас принесу слово «маргинальный». Слово «маргинальный» не ночь никакого негативного оттенка, потому что изначально это просто крайний, означает слово «крайний», то есть какие-то крайние идеи. Так вот, выбор на самом деле маргинальный с точки зрения размеров российского общества групп в качестве преследуемых за мысли преступления, потому что и в случае правых это мысли преступления, в случае левых тоже мысли преступления, обусловлено тем, что сама природа маргинальных групп такова, что большое общество не особо проявляет интерес к тому, что с ними происходит, потому что они и маргинальны. Да, могут на определенном битке прогресса, истории маргинальной группы возглавлять общественное мнение или становиться его проводниками или становиться его инициаторами, но в обычной ситуации мы видим, что обществу нет дела ни до правых, ни до левых, оно озабочено чемпионатом мира по футболу, ну, еще чем-то, ну, сейчас повышением пенсионного возраста, налога на добавленную стоимость, ну, иными аспектами собственной жизни. Тогда для чего, почему государство обращает внимание, начинает отрабатывать, в данном случае через Федеральную службу безопасности, такого рода дела? Это всего лишь версия, но мне представляется она имеющая под собой основание. Я думаю, что используя Федеральную службу безопасности, очень правильное выражение, используя Федеральную службу безопасности, определенные люди, которые пытаются усилить свое влияние на первое лицо российского государства, на Путина, создавая вот эти сетевые уголовные дела, пытаются, с одной стороны, доказать Путину, что в России существует подполе, в России существуют силы, которые способны объединяться на основе своих, условно, маргинальных, левых, правых, каких-то иных идей, но ради того, чтобы существенным образом изменить общественно-государственное устройство, скинуть власть, захватить эту власть и так далее. С другой стороны, нужно убедить общество, что действительно такие группы существуют. Дать то большое общество, показать ему, что вы посмотрите, у нас здесь террористы, экстремисты, среди вас, среди студентов, инженеров, журналистов, правозащитников и так далее. Для чего? Опять же, это не конечная цель. Конечная цель – усилить степень своего влияния на внутреннюю политику, обосновать увеличение ассигнований бюджета на деятельность специальных служб, а перед обществом – обосновать усиление репрессивного законодательства и сокращение объема гражданских политических сработ. И работает это абсолютно предсказуемо и эффективно. Во многом, то, что это началось в каком-то смысле довольно агрессивно, ну, может быть, год назад, по отношению к текущему месяцу июня, тоже не случайно. Посмотрите, наше… Я перейду потом, Иван, если ты здесь слышишь, к вопросам включенных, но мне просто хотелось об этом поговорить, потому что это важно к пониманию, откуда, где угроза преследования, почему она возникает. Наша власть, наша власть пыталась найти какую-то идеологическую основу своего существования и продолжает искать до сих пор. Посмотрите, это и попытка. Государственное православие, такой же государственный ислам в южных наших республиках. Любое отступление вправо-влево – враг государства, экстремист, террорист. На юге России точно так же борются с альтернативными приверженцами ислама, как в центральной части России борются со свидетелями Еговы или с какими-то другими объявленными сектами, религиозными движениями. И возьмем возьмем и движения тех же саентологов. Уголовное дело о них тоже, наверное, сегодня обсуждали. И вдруг российской власти помогла ситуация с арабским терроризмом в Европе. Можно даже заподозрить, что в какие-то моменты эта ситуация могла быть инспирирована. Доказательств этому нету, но тем не менее. Российская власть, Путин и его окружение силовики, которые, очевидно, усилили существенным образом за последние несколько лет свое влияние и подавили под себя все другие условные группы системных либералов или центристов, нашли вот эту соломинку идеологическую, за которую они зацепились. Они объявили себя единственными правильными борцами с терроризмом. Причем с терроризмом не только внутри страны, а с терроризмом во всем мире. Вы посмотрите, на чем строится внешняя политика России в последнее время. Сирия, Йемен, в меньшей степени нам об этом известно, но в Йемене происходили близкие события. И государство говорит, российское, что только они правильно понимают, как бороться с террористами. объявляют сакральной в какой-то степени эту борьбу и объявляют всех иных, кто считает, что эта борьба неправильна, что принципы отнесения к приверженцам таких идей ошибочные, объявляют пособниками, подстрекателями, как минимум сочувствующими. То есть, условно, объявляют, стигмируют их, как неугодные враги государства. А поскольку вся борьба с терроризмом легко секретится, подводится под защиту национальных государственных интересов, как внешних, так и внутренних, то человек, подпадающий под эту машину преследования, оказывается гражданин или даже группа людей абсолютно беззащитный, потому что общество изолируется в информации о том, что с этим человеком происходит. До общества доходят крупицы правды относительно тех уголовных дел, которые государство инициирует от лица Российской Федерации. Адвокаты допускаются до работы в таких уголовных делах исключительно при подписке о неразглашении, не имеют возможности фотографировать, разглашать содержание дел. Фактически мы приходим в ситуации, когда в отсутствие какого-либо общественного, не то что контроля, а просто общественного внимания можно расправляться с неугодными или расправляться даже с теми, кому государство равнодушно, но просто потому, чтобы обосновывать существование инструментов, существование механизмов, служб и расходования соответствующих бюджетных средств. Поэтому, возвращаясь к вопросу, почему попали правы, связанные с артподготовкой, почему попали антифашисты, анархисты по отделу сети, потому что они оказались удобной мишенью для создания теории внутрироссийского подполя, претендующего на захват власти. Интересы и заинтересованность кому выгодно, я уже, по-моему, обосновал. У меня, кстати, есть и ответ на вопрос, почему пытки. Многие задают, почему мы раньше о пытках не слышали. На самом деле, пытки, что касается МВД, стали реальностью, повседневной реальностью в 90-е годы, как только страна перешла из состояния части России, части Советского Союза, и еще до милицейской реформы, уровень запредельного произвола, связанного с насилием, при выбивании показаний, при просто демонстрации силы, путем унижения, оскорбления или избиения в правоохранительных органах носила массовый характер. Одна из истинных причин, по которой хотели провести милицейскую реформу, заключалась в том, чтобы немного вычистить озлобленных, склонных к садизму людей из первичных подразделений полиции. Однако же мы не слышали особо историй про использование методов такого жесткого физического насилия при расследовании дел со стороны Федеральной службы безопасности. У меня есть ответ на вопрос, почему. Во-первых, до, скажем, 16-го, примерно, 17-го года, у нас, ребята, когда в Сочи было? 14-го. До 14-го, тогда правильно говорить. До 14-го года Федеральная служба безопасности мало использовалась для возбуждения и расследования уголовных дел. Оперативники ФСБ осуществляли оперативное сопровождение по ряду дел, которые возбуждались Следственным комитетом или дела, которые возбуждались даже МВД, получали оперативную поддержку. Но само ФСБ занималось с очень ограниченным кругом вопросов, связанных с уголовным преследованием. Это не значит, что он не занимался вопросами мониторинга, анализа какого-то и так далее. Были уголовные дела, например, относящиеся непосредственно к компетенции ФСБ. Я не говорю про дела о шпионаже или дела о разведке, контрразведке и так далее. Другая категория дел, например, были дела создания, легализация мигрантов. Например, такая статья была. Была волна антимигрантская в России, и тогда было возбуждено довольно много дел. И вот по таким делам тоже поступала информация о давлении на фигурантов и не только преследуемых, но и свидетелей о запугивании и применении насилия. Вместе с тем, все равно казалось, что такие случаи единичные и не авторизованные, то есть не прикрыты непосредственно самой системой государственной власти, в данном случае единичной системой специальной службы ФСБ. Однако, возвращаясь в дело в сети, например, следователь Федеральной службы безопасности из Пензы, Токарев, по-моему, фамилия, это именно тот следователь, который был обвинен в применении пыток в отношении фигурантов уголовного дела по экономике, возбужденного в Пензе, в частности, в отношении Алексея Шматкова, мигрировавшего в Лондоне. Я случайным образом стал искать фамилию этого следователя, как и питерского следователя Бондарева, и наткнулся, что обвинения по пыткам шли по тем экономическим делам, которые он вел в Пензе, не занимаясь ранее делами по так называемой защите основы конституционного строя, чем занимается Токарев и в Пензе, а Бондарев в Петербурге сейчас. Так вот, анализируя все эти крупицы информации, пришел к выводу, что пытки, они по двум причинам. По причине того, что кому-то понадобилось, как я сказал, выстроить систему при существовании фейкового подполя и преподнести ее с одной стороны принимающему лицу президенту, а с другой стороны обществу, а с другой стороны, какие уголовные дела были использованы для создания вот этой концепции, этого концепции подполя. Это дела о мысли преступлениях. Чем отличается даже подготовка реального преступления от мысли преступления? Тем, что нету следов подготовки, фактических следов подготовки какого-либо противоправного деяния. То есть, у нас в уголовном кодексе есть ответственность не только за совершение преступления, но и за его подготовку, подстрекательство, призыв. Но в обычной ситуации уголовные дела строятся на том, что есть материальные доказательства того, что эта подготовка осуществляется. Например, если мы говорим о каком-либо террористическом акте, то это взрывчатые вещества или какое-либо оружие, которое готовило специально какие-то планы, оформленные на материальных носителях, какие-то переговоры, встречи, контакты, связанные с подготовкой такого события. Но когда мы говорим о мысли преступления, как в деле подготовки, о котором мало говорят и мало известно, так и в деле сети, то обвинение строится на том, что люди встречались, осуществляли спортивную подготовку, стрелковую подготовку, ориентирование, медицинскую подготовку. Но все эти виды подготовки никак не связаны с подготовкой конкретного противоправного деяния. Соответственно, доказать факт плана совершить преступление, то есть мысли преступления, можно двумя способами. Это оговор самого себя и дача показаний на тебя другого фигуранта того же самого дела, либо человека, выведенного за из фигурантов, то есть из обвиняемых или подозреваемых по делу, за скобки в качестве свидетеля. Это могут быть и секретные свидетели, недавно была хорошая публикация на ОВД-инфо, почему механизм секретных свидетелей активно используется в том числе в этих делах. И в этом смысле пытки, а именно мощное, концентрированное насилие любым способом, сопряженное еще и с созданием психологического ощущения угрозы гибели, активно используется для дачи показаний против самого себя и против других людей. И правда заключается в том, что ни один человек не должен испытывать пытки, ни один человек не должен быть героем, чтобы пережить эти пытки. Потому что вопрос там не только возможности вытерпеть насилие, а вопрос почему это срабатывает, потому что человек оказывается в изоляции и один из самых эффективных механизмов это не сила физического воздействия, а возможность убедить, что мы это физическое насилие не прекратим, ты погибнешь и об этом никто не узнает и для большего воздействия мы еще применим это физическое насилие в отношении лиц, которые для тебя дороги, для твоих близких, родственников и ты тоже об этом не узнаешь, потому что тебя не будет живых. С точки зрения спецслужб это работает. И одновременно с появлением востребованности в этих мыслепреступлениях оказались востребованы поверьте и вот эти следователи и эти оперативники которые не были на хорошем счету тот же Токарев Бондарев в Петербурге кто-то их вытащил и посадил на эти дела и теперь они ими занимаются. На этом касаемо такого общего обзора состояния вопросов с уголовным с преследованием оппонентов государства а на самом деле оппонентов не государства а оппонентов власти я наверное закончу одним еще таким замечанием что мне понравилось когда в отдельном парке кто-то из выступающих сказал что когда-нибудь федеральная служба безопасности будет объявлена запрещенной в России организацией на самом деле здесь есть ошибка это нравится звучит радикально и хорошо ошибка заключается в том что федеральная служба безопасности это не источник зла это инструмент который может быть использован так же как любой как молоток или как пила для целей отвечающих общественным интересам защиты в том числе интересов национальных интересов государства и так далее так и с той целью с которой федеральная служба безопасности использует сейчас а именно с целью охранения и сохранения власти нынешнего режима поэтому даже если условно появится когда-либо на границах Российской Федерации другое государство основанное на новом общественном договоре потребность этого государства в существовании в том числе каких-то органов безопасности наверное будет если только не произойдет всеобщего какого-то рая на земле и все человечество вдруг не полюбит друг друга и не воцарится анархия в хорошем смысле этого слова теперь по поводу потом по завершению лекции я отвечу на вопросы в том числе если возникли и по тем умозаключениям которые я высказал вот в этой части касаемо защиты конкретных лиц попадающих под преследование первое с чего бы я начал это с вопросом с концепцией следи за собой быть осторожным вспоминая Виктора Цоя его песня если ты активист если ты гражданский политический активист участник каких-либо движений неважно какой направленности вполне возможно исходя из той концепции которую я озвучил государство захочет тебя использовать не может быть не для того чтобы расправиться лично с тобой а чтобы использовать расправу с тобой для каких-то собственных целей и интересов опять же государство мы все время имеем ввиду что государство оно не плохое и не хорошее оно становится плохим в интересах определенных групп его использующих так вот по этой причине нужно соблюдать определенные правила я их называю правила гигиены мы живем в условиях активного информационного и коммуникационного общества у всех у нас гаджеты телефоны компьютеры у некоторых по несколько фотоаппараты в меньшей степени у кого-то видеокамеры все это сохраняет информацию следы о нашей активности жизни о наших знакомых друзьях все это может быть использовано легко даже не только против нас а это самое печальное что это может быть использовано для того чтобы обвинить или преследовать через нас других людей для некоторых мне кажется это даже страшнее чем преследование самих себя потому что всегда это может быть истолкованно преподнесено как нарушение базовых моральных принципов дружбы любви и речь может идти об обвинении в предательстве в сливе ну и так далее в чем угодно поэтому используйте те механизмы защиты информации защиты коммуникации которые у нас есть никогда не поздно сказать себе что ты ничего не делал и начать использовать средства двухфакторной авторизации в социальных сетях убрать возможность с помощью двухфакторной авторизации восстановить пароль по телефону потому что все знают историю о том что российские телекоммуникационные компании легко выпускают дубликаты сим-карт и пароли для доступа к аккаунтам социальных сетей могут быть при привязке двухфакторной авторизации к номеру телефона легко быть получены использованы для того чтобы ознакомиться с вашей перепиской для того чтобы даже от вашего имени осуществить какой-либо информационный сброс используют используете для коммуникации не классическую GSM-связь используйте WhatsApp Telegram только может быть кто не знает не забывайте что при телефонных переговорах по WhatsApp и по Telegram существует техническая возможность установить кто с кем и с какого места разговаривает для того чтобы избежать и такой возможности то есть не прослушать содержание разговора а определить что условно Динара Дрисов звонил условно Алине Есиповой и разговаривал с ней находясь дома а Алина находилась в офисе открытого пространства и разговор состоялся такого числа и был продолжительностью такой-то и столько до времени в неделю мы общались по какому-то очень важному вопросу чтобы избежать этого еще надо использовать VPN кстати вы знаете лежит в третьем чтении законопроект запрещающий использование VPN для государственных органов по-моему он еще не принят в третьем чтении может меня кто-то поправит но я думаю что не за горами когда и использование VPN будет тоже некой противоправной активностью толковаться у нас но пока этого нет значит VPN на мобильных устройствах на телефонных средствах шифрации или использования облака для хранения значимых данных защита наших самих устройств через шифрование соответственно данных на встроенных носителях и на внешних носителях и соответственно не хранение каких-либо опасной для себя информации на материальных носителях то есть какие-либо распечатки по уголовным делам чаще всего проводя обыски сотрудники полиции радуются нахождению разной литературы если вы проявляете интерес к литературе включенный в реестр запрещенный то не надо скачивать эти файлы себе на устройство и не надо держать их распечатки у себя дома но это по-моему все достаточно элементарно и просто но тем не менее я знаю как у в общем вполне грамотных активистов находилась до кучи литературы позволявшая усматривать состав правонарушения связанных с распространением экстремистской литературы и так далее хотя изначально визит был связан со всем другим интересом правоохранителей теперь второй вопрос то есть надо быть всегда готовым к тому что у тебя заберут средства связи к тебе придут домой с обыском у тебя задержат и смогут произвести твой личный досмотр обыск и это не обязательно может быть связано с твоей конкретной активностью это может быть связано с планом который нам не доступен с планом каких-то проверок защиток сейчас в москве например перед началом чемпионата мира по футболу к интерьерным образом стали приходить к активистам задержанным например 12 июня прошлого года 5 мая этого года ну не ко всем а всего лишь к отдельно второй момент который поможет справиться ситуации поможет справиться ситуации задержания это готовность отреагировать на задержание не стрессом который все равно вас накроет в какой-то момент и с ним придется справляться внутренне а возможность быстро сообщить информацию о своей беде обществу или сообществу к которому вы себя относите соответственно мне кажется каждый должен для себя знать по какому номеру он позвонит когда у него будет там одна или две минуты на этот звонок и я даже не говорю о том звонке который условно нам должен быть предоставлен в случае нашего задержания правоохранительными органами согласно гарантии уголовного кодекса Российской Федерации нет я говорю о том звонке который возможно мы успеем сделать до того как нам взломают дверь или там изымут телефон и так далее и нужно быть готовым к тому что ты скажешь человеку которому позвонишь а может быть даже с этим человеком заранее провести определенный разговор достигнуть договоренности о тех действиях которые он совершит в случае если от тебя такой звонок поступит то есть это вопрос связанный с тем адвокатом или с тем адвокатским или правозащитным сообществом куда необходимо будет обратиться чтобы сообщить о задержании и месте задержания время задержания обстоятельствах задержания месте нахождения куда тебя повезли или средства на которые тебя доставляют да способы по которым с помощью которого тебя смогут найти адвокаты которого возможно наймут по соглашению либо твои родственники либо твои друзья либо опять же правозащитной организации я специально уделяю много времени вот этому аспекту потому что первые минуты начало задержания первые часы самого задержания это является самыми критическими с точки зрения дадите ли вы форум вашим преследователям получение необходимым необходимых получению оформлению необходимых в кавычках доказательств или вы эту форум не дадите а наоборот создадите получите форум сами создадите сложность которая может привести к тому что вы избежите уголовного преследования ограничения свободы и ее лишения даже если изначально такие планы у правоохранителей имеются приведу конкретный пример строят друзей двое друзей и один приятель из сообщества свободной игры Санкт-Петербурга я конкретный питерский пример конкретное дело рассказываю Михаил Войтанков дальше Тяна Ретинская и третьего Валдиса я его фамилию не помню Валдис договорились о том что 5 ноября 2011 года они съездят посмотреть на машине Войтанкова что будет происходить вместе озвученным Мальцевым относительно Петербурга возле Смольного собора они не собирались осуществлять какую-либо активность никак это не было связано с их отношением к ряду политических гражданских сообществ их объединяла лишь дружба и то что они двое из них имели отношение к свободе Ингрии Диана кстати не имела они доехали на автомашине до собора Анны Кирхе это на Чернышевской Войтанков заехал во двор поскольку у них были друзья в этом работавшем работавшие в этом соборе они знали что там можно спокойно поставить машину более того там находится камера видеонаблюдения что достаточно удобно и безопасно и пешком отправились до Смольного когда они заходили во двор обратно их задержали сотрудники полиции именно полиции и даже не спецслужб Диану и Валдиса посадили в полицейский какой-то транспорт а Михаилу предложили сесть на открыть машину сесть на водительское сидение и следовать за полицейским транспортом которым повезли Диану и Валдиса на пассажирское сидение машина это Сузуки Джимми сел полковник полиции из УМВД от центрального района Диана мне по-моему позвонила когда их еще везли в 78 отдел со словами что мы не знаем что произошло на площади у Смольного нас никто не останавливал не задерживал там людей было на самом деле мало если кто-то эти события помнит были какими-то дымовыми шашками были какие-то очевидно такие городские сумасшедшие тоже пришедшие на это место но в общем никакой массовой активности не было потом выяснилось что всех троих доставили в 78 отдел полиции печально известный на Чехово 15 и посадили ожидать соответственно дальнейшего развития события и через некоторое время появились там сотрудники Федеральной службы безопасности валдицы вывели на улицу и припаркованном на проезжей части вот этом Джимике Сузуки начали проводить обыск осмотра транспортного средства и под сидением где сидел прекрасный товарищ полковник было найдено две гранаты новые с выкрученными запалами несколько тротиловых шашек переделанный револьвер какое-то количество а по-моему заряженные разнообразными боеприпасами причем у него ну калибр был одинаковый но боеприпасы были разного собственно происхождения все это было завернуто в какую-то армейскую там складскую промасленную бумагу и так далее но тут же сразу понятые понятно что Валдис ой Валдис Михаил был Михаилу это не принадлежало он не понимал вообще откуда это все взялось забава заключается в этой истории в том что полковник который ехал на этих выкрученных запалах рисковал сильно поджалить себе пятое место потому что в общем-то армейская граната не представляет никакой опасности тогда когда она находится в собранном виде ну и соответственно чекает и кольцо на месте но если сам по себе детонат болтается и бьется обо что-то может произойти необходимая механическая реакция побудившая химическую ну и соответственно микроподрыв очевидно полицейские которые задерживали ребят не были посвящены в историю подброса оружия я сейчас утверждаю что все боеприпасы оружия были подброшены в автомобиль ну и понятно что тоже рисковал немножко своим как минимум здоровьем что произошло далее далее начались допросы на втором этаже в уголовном розыске в кабинетах оперативников допрашивали соответственно оперативники и ЦПЕ МВДшные и соответственно оперативники ФСБ оперативное поступление информации от Дианы дальнейшее поступление информации от Михаила прибытие туда квалифицированного готового к такой ситуации адвоката допущенные ошибки в сохранности вещественных доказательств а именно машины припаркованные 78 отдела вообще-то будет смешно со стороны оперативников ФСБ привело к тому что инициированная по 222 часть или первая или вторая я сейчас не помню уголовное дело с признаками того что их пытаются обвинить в подготовке террористического акта ну то есть до квалификации по одной из вариаций 205 статьи уголовного кодекса развалилась ребята находятся до сих пор под подпиской о невыезде арестован никто из них не был на уже полгода никаких следственных действий не предпринимается почему так случилось еще раз подчеркиваю быстрая информация быстрое вмешательство правозащитников и адвокатов ну плюс приятные ошибки со стороны ФСБ и полицейские которым ФСБ доверила охрану вещдоков дело в том что утром следующим утром пока ребята находились еще там это джимик со следами осмотра был погружен на эвакуатор и увезен в неизвестном направлении службы эвакуации машин с тротуаров да вот поскольку на машине не было никаких отметок что это вещественное доказательство она не была опечатана надежавшим образом а еще была допущена ошибка у диспетчера в номере машины потому что по базе эвакуированных машин она не билась ее найти не могли она благополучно стояла неделю практически на одной ну в одном из отстойников спецстоянки центрального района года но правда этому предшествовало то что я когда пришел 78 отдел увидел эту машину но уже знал обстоятельства осмотра отфотографировал это вещественное доказательство то что оно не опечатано не обеспечена его сохранность и подал соответствующее заявление на имя начальника 78 отдела просил принять меры к обеспечению сохранности вещественного доказательства и указывал на очевидную недопустимость того осмотра места происшествия в ходе которого были изъяты боеприпасы оружие и так далее ну а потом мне помогли специальные службы города которые эвакуируют транспортные средства с тротуаров честно скажу это они сами сделали не просил вот это одна из историй которая можно сказать не закончилась но предварительно закончилась хорошо а могла бы закончиться крайне печально потому что в общем-то по большинству дел о реальных терактах в том числе дело о подрыве метро в Санкт-Петербурге 3 апреля дело о якобы подготовке в кавычках сразу беру взрывы в Казахском соборе в начале этого года в день начала президентской кампании по всем этим делам людей задерживали а потом арестовывали помещая в следственный изолятор именно по 222 статье части 1 вообще в делах о терактах и о террористических сообществах оружейная 222 так ее называют адвокаты-защитники используются достаточно активно при полном при полном игнорировании норм процессуального законодательства прокуратуры судьями следователи обнаруживая боеприпасы оружие по месту проживания или по месту задержания таких людей возбуждают на основании этого факта дело по этой 222 первой или второй части с этим выходят в суд об избрании меры пресечения говорят что посмотрите мы изъяли оружие изъяли там тротил гранаты ну или еще что-то эти люди опасны для общества и мы подозреваем их в совершении таракта да мы им еще не предъявили у нас даже не возбуждено может быть уголовное дело по террористической статье но их надо изолировать и поверьте во всех этих случаях судей берут под козырек и выносят соответствующее определение об избрании меры пересечения в виде заключения под стражу в следственный изолятор так были арестованы как я сказал и фигуранты дела метро и фигуранты дела условной подготовки взрыва Казанского собора когда кто помнит Дональд Трамп позвонил Путину и сказал Вова плохо работаешь у тебя в Питере целый контейнер с взрывчаткой вот действительно ни Владимир Путин ни директор ФСБ Бортников не знал о том что другие люди из национально-антитеррористического комитета достаточно давно ведут оперативную игру с одним из арестованных который действительно дальше уже там версии в контейнере готовил некое мощное взрывчатое вещество которое могло быть использовано для изготовления соответствующего взрывного устройства особой веры к тому что все это происходило без участия самих ФСБ как бы у меня нету но и доказательств обратному тоже нет поэтому вот этот второй скажем так третий аспект гигиена наличие у тебя плана действий на случай задержания в том числе связанные со звонком и оперативность обращения за помощью это третий этап который поможет повысить шансы повысить шансы не стать жертвой уголовного преследования куда можно позвонить в Санкт-Петербурге чей телефон может быть записан если например это не телефон друга или не через друга то может быть записан например телефон тоже группа помощи задержанных которые занимаются это сообщество в Петербурге которые занимаются помощью задержанным на акциях но тем не менее всегда круглосуточно этот телефон работает и человек который снимет трубку сможет как минимум запомнить или записать сообщенную ему информацию и в дальнейшем ее передать по назначению обнародовать и так далее приведу пример все вы знаете из дела сети события 25 января 2018 года когда был задержан гуляевший с собакой Игорь Шишкин все об этом читали все знают за адвокатской за юридической помощью на той квартире где происходил тогда визит сотрудников Федеральной службы безопасности где происходил на самом деле не обыск а оперативно-розыскные мероприятия без всякой санкции на обыск мне позвонили через полтора часа после того как события начались вот эти полтора часа это огромное количество времени потому что время моей реакции было на звонок в течение пару минут время прибытия адвоката на место было полчаса чистого времени с момента как мне позвонили она оделась прыгнула в машину и поехала на то место где явно происходили события которые с участием адвоката могли бы закончиться не так печально произошло то что произошло изъятие определенных каких-то вещей произошло недокументированное задержание Игоря потом его двое суток искали но все мы знаем про куда его возили и что с ним происходило в это время поэтому лучше в таких историях перебздеть чем что называется недобздеть то есть позвонить пускай адвокат приедет даже в холостую но не случится того что случилось в подобной ситуации что делать далее вот все таки произошло ЧП пришли домой с обыском звонят в дверь ломятся понятно что если есть адвокат надо позвонить его вызвать надо потянуть время быть уверены что любую дверь сломает видел как работают специальные службы по вскрытию дверей на обысках надо иметь там я не знаю там банковское хранилище или бомбоубежище чтобы там продержаться больше там наверное больше часа больше двух в закрытом помещении как правило за там от 30 минут до часа вскрывается любая железная дверь в конце концов с помощью средств распила выпиливается проем дверной вместе с бетонной стеной это все там падает вовнутрь и соответственно необходимые ну соответственно сотрудники проникают значит задаем вопрос кто пришел если если они пришли и звонят значит они знают что вы внутри потому что ну ну либо какое-то время выждали если продолжают звонить значит понятно им известно начинают сказать что я тут я не против чтобы открыть вам дверь но вот я позвонил адвокату и хотел бы убедиться кто вы и сообщить откуда вы там звание должность позвонить если не сообщают службу то значит позвонить в полицию сказать что непонятные люди как пришлите на ряд ломятся мне в дверь они не представляются не называются тем самым как бы натравить полицию на службу не всегда далеко не всегда это срабатывает но в ряде случаев такой шум может дать вам опять же фору во времени понятно что попросить тех может быть кто все равно живет с вами в этой квартире приехать чтобы они были свидетелями возможно обратиться если есть контакты каких-то соседей чтобы они вышли из своих квартир засвидетельствовали что происходит снаружи а в дальнейшем стали понятыми во время обыска рекомендую себя вести спокойно но настойчиво не провоцируя на того чтобы вы были удалены с места проведения обыска и не провоцируя насилие в свой адрес требовать чтобы все действия по поиску осмотра предметов происходили в вашем присутствии в присутствии понятых чтобы у вас была возможность в протокол судебного протокол соответственно осмотра места происшествия или протокол обыска вносить свои замечания по ходу обыска сразу и немедленно ну то есть например обнаруживается какой-то предмет которого у вас не было который вам очевидно подброшен об этом надо заявлять сразу громко вслух и записывать требовать записать это в протокол потому что когда случаются истории что что-то подбросили человек растерялся испугался об этом не кричал не кричал в суде когда его привезли на меру пресечения не кричал даже ну там следователи при первом да спроси что все это подброшено а потом заявлял в суде что мне все это знаете суд подбросили доказать эти обстоятельства становится крайне проблематично поэтому протокол не отказываться от подписи протокола осмотра или обыска обязательно вписывать перед подписанием ну то есть осознать что вы подписываете это понятно понять что вы подписываете внести ваши замечания сначала указать время место где это происходит если вы полагаете что этих сведений ну или не видите или полагаете что они важны а время часто важно и дата вписать время и дату и только после этого поставить свою подпись если вы делаете в обратном порядке сначала расписывайтесь а потом хотите внести какие-то замечания вполне возможно что у вас такой возможности не будет у вас просто заберут документы и скажут спасибо соответственно просить руководителя следственного действия всегда кто-то есть руководитель это либо следователь либо руководителя оперативной группы удалить лиц не участвующих в обыске потому что все кто участвует в обыске должны представиться и быть внесены в протокол обыска если стоят какие-то люди которые в протокол обыска или осмотр места происшествия не включаются они должны находиться за пределами проведения ну соответственно оперативно-розыскного мероприятия или обыска если это все-таки оформлено как обыск чем отличается ОРМ от обыска обыск это действие которое происходит в рамках возбужденного уголовного дела то есть он не может происходить вне рамок уголовного дела и на обыск соответственно получается согласие того суда в районе которого в юрисдикции территориальной которого происходит данное мероприятие следственное то есть должна быть санкция суда на проведение обыска в рамках уголовного дела с целью того-то в начале обыска обязательно вручается для ознакомления это копия постановления проведения обыска и предлагается выдать предметы которые либо запрещены к обороту либо являются предметами которые ищет следствие по данному делу так случилось что в последнее время обыски происходят все реже и реже а на самом деле осмотры живых помещений с целью которые совпадают с целями обыска происходят все чаще и чаще а оперативники и следователи подменяют обыск оперативно-розыскным мероприятиям когда вписывается в соответствующий протокол проведения данного мероприятия ложные сведения о наличии якобы неотложных обстоятельств исключительных обстоятельств по изъятию какого-либо опасного предмета или предотвращению тракта или задержание особо опасного преступника в том или ином жилом помещении и тут же у нас как нож сквозь масло происходит преодоление конституционной гарантии на неприкосновенность жилища которое есть в конституции поэтому к сожалению мы живем в условиях произвола поэтому если это не обыска ОРМ мы единственное чем можем защититься это тем чтобы у нас была возможность вносить замечания в протокол что никакой исключительности для проведения этих действий не было иметь возможность сфотографировать по завершению или получить копию этого протокола ну если приехал соответственно адвокат он за вас в идее должен такие требования предъявить поскольку эти требования основаны на безусловно исключительных ваших правах праве на защиту праве знать что нашли что искали в связи с чем соответственно возражать против совершаемых действий как по их сути так и по их результатам рекомендую к прочтению внимательному статьи как вести себя во время обыска как вести себя во время допроса публикованных на сайте команды 29 это питерская команда адвокатов возглавляемая известным адвокатом Иваном Павловым я сегодня его уже упоминал в деле его американской супруги Гаспар вначале когда рассказывал они публикуют достаточно неплохие такие выжимки с рекомендациями основанными на опыте работы их адвокатов в рамках конкретных уголовных дел и буквально вчера появилась статья которую мы сейчас с вами попробуем разобрать и по ней пробежимся это я уже сказал обыск допрос обращаю ваше внимание к публикации но появилась у них очень хорошая статья основанная на сведениях полученных от Сахиба Алиева который проходит по делу Саентологической церкви в Санкт-Петербурге это еще одно из делов мыслепреступления которое у нас расследует ФСБ называется статья как выжить в следственном изоляторе в СИЗО и Сахиб пишет в этой статье о том что происходит при задержании начиная от самого задержания до попадания в следственный изолятор и начала судебного до судебного следствия когда с вами начинают работать следователи осуществлять какие-либо следственные мероприятия это могут быть допросы это могут быть очные ставки это могут быть назначения экспертиз и ознакомления с экспертизами достаточно простым доступным языком они описывают основные моменты я остановлюсь на некоторых например что происходит при задержании если шанс успеть собрать вещи действительно тебя схватили или пришли домой забирают хотя бы набор элементарных вещей там тапки зубная щетка там какие-то средства гиены и так далее совершенно правильно в этой статье говорится о том что очевидно это зависит от тех кто тебя задерживает если на тебя пытаются оказать максимум морального психологического давления тебе разумеется не дадут не собраться ничего тебя заломят и будут как в свое время в показанном по первому каналу ролике о задержании питерского националиста Максима Калиниченко известный товарищ питерский будут пытать шокером тогда кстати впервые мы про шокер услышали в руках фейсбшников просто потому что им нравилось слышать как он кричит вот так по крайней мере ему объясняли зачем они это делают ну то есть этот ролик в интернете до сих пор выложен на сайте первого канала есть там фейсбшники как в американских фильмах летают через окно на веревках взрывается каким-то взрывпакетом дверь она просто выносится они влетают в квартиру Максим тогда рассказом он болел у него был грипп или орви но уже не первый день и он лежал там лежку на кровати его с этой кровати сдергивают кладут на пол а потом действительно начинают шокером пытать подмышки и пах засовывая соседи кричат в соседней квартире слышат его крики вызывают полицию полиция приезжает там ну кричит человек в течение часа они не реагируют потому что ну выясняют что тут работает ФСБ да вот понятно что в ситуации там такое ничего кроме как кричать и не остается потому что никакие вещи тебе собрать не дадут но в любом случае в другом если ситуация спокойная надо спросить после обыска будут ли меня забирать для проведения допроса если если какие-то намерения задерживать потому что не бывает в случае когда обыск или выдаваемый залог из КОРМ проводится без цели дальнейшего задержания доставления таких случаев тоже есть спокойно если вы спросите можешь ли ты собрать необходимые вещи потому что после меры пресечения передать вещи тебе будет сложнее они понадобятся в тех условиях в которых человек окажется также родные если вещи не удалось собрать самому родные вещи могут передать до избрания меры пресечения это происходит либо через следователя либо через то место где человек находится это может быть отдел полиции это может быть изолятор временного содержания это может быть даже следственный изолятор без еще назначенной меры, поскольку в течение 72 часов при определении суда могут еще до избрания меры ограничивать свободу достаточно долго. Сейчас пока не забыл, скажу очень важную вещь по поводу избрания меры, на которую я обратил внимание в деле Михаила Цыкунова. Это у нас единственный арестованный фигурант по делу 5 мая. Может так статься, как в деле Михаила, что сначала у тебя будет адвокат по назначению или будет адвокат по соглашению достаточно безграмотный. Но нужно знать такую элементарную вещь, что ты всегда при ходатайстве следователя о твоем аресте можешь ходатайствовать одновременно перед судом о том, чтобы суд назначил тебе иную меру ограничения свободы и домашний арест. Это должен делать адвокат, понятно, он должен подготовить соответствующие документы, но если адвокат этого не делает, человек, которого задержали, которого привезли в суд для избрания меры посещения, может делать это сам. Это можно делать как устно, можно и оформить на заявление. Для того, чтобы, здесь очень важный момент, для того, чтобы суд имел возможность избрать меры пресечения, не связанные с помещением в следственный изолятор, должны быть введены определенные условия. В частности, должно быть предоставлено сведения о том помещении, где назначенный судом домашний арест будет отбываться. Соответственно, должны быть представлены документы собственности или право пользования, заверенные нотариально на данное жилое помещение. Должно быть предоставлено нотариальное согласие от собственника, или, если их несколько, от собственников этого жилого помещения. Но самое важное, что ты не обязательно должен ранее был проживать в этом жилом помещении или быть в нем зарегистрированным, как по месту своего постоянного или временного проживания. Нет, это могут быть даже какие-то знакомые или друзья. Но важно, чтобы вот эти два документа, три, нотариально удостоверенные согласия, нотариально удостоверенные документы на собственность и документы, удостоверяющие личность лица, которые дают согласие, были представлены суду. Понятно, что поскольку избрание меры пресечения происходит в течение 48 часов с момента задержания, именно поэтому, кстати, и Филинкова, и Шишкина через двое суток достали оттуда, где их держали и пытали, и привезли в суд, потому что истекало время, которое позволяло оперативникам держать их без официального избрания меры пресечения. Так вот, тем не менее, привезли в суд, адвокат не готов, или адвоката по соглашению нет по каким-то причинам, или адвокат по соглашению не подготовился. Нужно сделать заявление о том, что я ходатайствую об избрании иной меры в виде домашнего ареста, и прошу суд предоставить дополнительное время для сбора и подготовки этих документов. Некоторое время назад, благодаря ЕСПЧ, изменилась практика, и теперь суды объявляют перерыв или откладывают судебное заседание по избранию меры пресечения, отправляют лицо в изолятор временного содержания или еще куда-то, давая возможность адвокатам-родственникам представить документы, на основании которых судья мог бы избрать альтернативную меру. Я больше чем уверен, что если бы Цыкунов попросил, либо его адвокаты заявили о необходимости получения дополнительного времени, дело было бы отложено, и человек не находился бы сейчас в средственном изоляторе, но как минимум находился бы дома. Что тоже нельзя назвать прекрасным времяпрепровождением, потому что домашний арест это тоже пытка в каком-то смысле, и тоже ограничение свободы, но тем не менее не столь опасное для жизни и здоровья, как нахождение в средственном изоляторе. Поскольку готовясь к сегодняшней встрече, я считал важным рассказать об этом праве, я обязательно решил даже немножко отступить от хронологии анализа статьи команды 29. Дальше, как общаться с теми, кто задерживает? Вернусь. Абсолютно правильные рекомендации – вести себя спокойно. Понятно, что если к вам применяется насилие, пытки вы себя спокойно вести невозможно, но если этого нет, то нужно исходить из того, что личной заинтересованности по отношению к вам и тех, кто к вам пришел, нет. Они выполняют свою грязную, мерзкую работу. И повышать градус того конфликта, который лежит в природе, совершаемых действий и событий, какими-то действиями не стоит. Стоит постараться обеспечить, как я уже сказал, соблюдение своих прав надлежащим протоколированием и соблюдение своих прав тем, чтобы не допускать ошибок подписанием каких-то непонятных бумаг или ответом на вопросы, которые могут быть использованы в дальнейшем против вас. Тоже забегу немножко в сторону, отбегу в сторону касаемо опросов, дачи объяснений, допросов и так далее. Значит, нас часто вызывают, условно говоря, нас часто вызывают для дачи каких-то, для явки каким-то дознавателям, следователям, в МВД, в Следственный комитет, порой даже в ФСБ, должны ли мы являться по первому требованию в эти органы. Да, если есть уголовное дело, о котором нам известно, каким-либо образом, либо становится известно из того документа, как правило, это повестка, который мы получили из соответствующего органа. То есть, мы должны знать, нас вызывают по уголовному делу, или нас вызывают просто так, потому что хочется пообщаться за жизнь. Второе. То есть, это номер уголовного дела. То есть, там может быть не расписано, что это за уголовное дело, но как минимум должно быть сказано по уголовному делу номер такого-то. Дальше. Там должно быть сказано, в качестве кого нас вызывают. Если это уголовное дело, нас может вызывать в качестве свидетеля, в качестве подозреваемого, в качестве обвиняемого. Если уголовного дела нет, то нас вызывают для дачи объяснений по делу. И тут возникает очень интересная вещь. Поскольку статья 51 Конституции, все ее, надеюсь, знают, говорит о том, что мы вправе не свидетельствовать против себя и своих близких, у нас на основании гарантии этой статьи возникает право не давать никаких объяснений. Соответственно, если нас вызывают не по уголовному делу, а просто для дачи объяснений, даже указывая, по какому поводу, материал проверки, например, какой-то отношения, мы вправе не ходить и даже не уведомлять, соответственно, о том, что мы не придем. Можно из вежливости или для разведки боем позвонить по тому телефону, который там указан, уточнить, по какому поводу вызывает и сказать, знаете, я, наверное, воздержусь от необходимости приходить, поскольку у меня есть право не давать объяснений. Если же речь идет о вызове в качестве свидетеля подозреваемого, ну, такое очень редко, тем не менее, надо, конечно, озаботиться, опять же, адвокатом, идти вместе с адвокатом. И, опять же, на стадии, когда угрозы для нас непонятны, угрозы для нас неявны, занимать позицию по 51-й статье. Часто бывают споры между правозащитниками, адвокатами, надо ли давать какую-либо информацию, отвечать на вопросы. Я же не причастен к этому делу это ошибочно, я должен сказать о том, что это ко мне не имеет отношения. Я считаю, что в условиях того полицейского государства, в котором мы живем, любая информация, даже абсолютно безобидная, которую мы сообщили следственным или оперативным органам, может быть использована против нас. Любая. а поэтому лучше не сообщать никакой. Один тоже очень важный для вас, возможно, кому-то это поможет, способ защиты по 51-й статье от дачи показаний против других лиц. Оперативники часто используют, исследователи, такой прием. Они говорят, вот ответь на этот вопрос, он не касается тебя. Есть уголовная ответственность за отказ от дачи показаний или дачи заведом и ложных показаний. Они говорят, что ты откажешься, мы сейчас возбудим против тебя уголовное дело за то, что ты отказываешься дать нам показания против вот такого-то лица. Это на самом деле обман. Никакой уголовной ответственности не возникнет, если вы письменно, соответственно, и вы скажете, я не знаю, что из того, что я сообщу вам в ответе на ваш вопрос, уважаемый товарищ следователь, будет, не будет использовано против меня, а что будет использовано против меня. То есть даже сведения в отношении другого лица могут быть повернуты против вас. А поэтому вы говорите, я все равно настаиваю на своем праве не давать никаких показаний и объяснений. Беру 51 статью, прошу, соответственно, зафиксировать это в протоколе следственного действия, будь то протокол опроса, будь то протокол допроса в качестве свидетеля, подозреваемого обвинения и так далее. Кроме того, бывают ситуации, когда нас задержали, держали в год суток неизвестно где, возили в лес, били мучили и так далее. Потом привозят, мы в бессознательном состоянии или в полубессознательном, приходит человек и говорит, я ваш адвокат по назначению, никакой возможности позвонить нету, вызвать адвоката по соглашению. Вот здесь очень важно собрать волю в кулак, сказать, хорошо, ну, дослушать, если это допрос в качестве подозреваемого, дослушать вопросы, сказать, что берешь 51 статью, и там, где графа объяснения попросит написать, подписаться, написать. Не стоит позволять, но при этом не стоит позволять нарушать ваши права, информацию о нарушениях понятно сообщать адвокату, вносить протокол. Где сидят задержанные до суда по избранию меры пресечения? К сожалению, где угодно, в том числе и в подвале какого-то дома или в каком-либо отделе полиции. Например, если приехал оперативник или следственная группа из другого региона, они могут совершать эти следственные действия с вами на территории любого отдела полиции, никто об этом знать не будет. Как правило, это может быть камера СПЗЛ, часто задержанных в уголовном, лиц, которым собираются предъявить подозрения в совершении уголовного деяния, задерживают в административном порядке, рисуют на них протоколы о том, что они выражались на цензурной броне в общественном месте, проявляя тем самым неуважение к обществу с тем, чтобы не утруждать себя в том, чтобы оформить задержание надлежащим образом, рисуют вот этот протокол по мелочи, так называемому, по мелкому хулиганству и помещают в камеру так называемое специальное помещение для задержанных лиц СПЗЛ в отделе полиции. Когда получится связаться с родными, могут ли они передать вещи? Родные могут передать вещи, продукты через следователя, это естественно, избуждено уголовное дело, они могут отдать конвой, он действительно конвой может передать на суде по избранию меры пресечения или передать изолятор временного содержания. Прежде всего, на суда задержанный находится в изоляторе временного содержания, там с ним встретиться может адвокат. Суда вся связь возможна только с разрешением следователя, он может дать свой телефон, по закону у вас есть право на один телефонный звонок. Здесь речь идет о том, что у вас есть право на телефонный звонок, каждый раз у вас оно возникает с момента перехода вас из одного статуса в другой, то есть вас задержали, у вас есть право на телефонный звонок, вам предъявили подозрение в том, что вы совершили, я не знаю, там подрыв самолета, у вас есть право на телефонный звонок, вас обвинили в подрыве самолета, у вас есть право на телефонный звонок. На самом деле право на телефонный звонок, оно связано с правом обратиться через родственников или через друзей за получением юридической помощи. Но разрешение на такой звонок, соответственно, оформляется все равно следователем. Когда получится встретиться с адвокатом, что ему говорят? А, что будет на первом суде по избранию меры? Суд по избранию меры проходит, здесь написано, на второй день после задержания. Это не так. Не совсем точно в статье изложено, потому что в том же деле Филинкова и Шишкина суды проходили на третий день. То есть по истечению двух суток. Кроме того, у следователя есть возможность продлить до 72 часов при некой исключительности обстоятельств. То есть это могут быть и третьи, и четвертые сутки в том числе. Значит, на заседании рассмотрят ходатайство следователя, который попросит суд избрать в качестве меры пресечения содержание под стражей. Скорее всего, суд не откажет. О чем здесь речь? О том, что действительно все судебные заседания по избранию меры пресечения носят обвинительный характер. Для суда, для судьи, который рассматривает ходатайство следователя, он родной человек, очень часто он приносит заранее флешку, на которую уже содержание этого определения подготовлено. Задача суда лишь провести некие формальности, которые помешать провести ему может качественный адвокат, как я уже сказал, и вы в том числе касаемо возможности избрания меры пресечения альтернативной в виде домашнего ареста или, может быть, если кто-то может внести за вас залог, хотя мера пресечения в виде залога в России, хоть и существующий, применяется крайне редко. Я сегодня упоминал Дмитрия Довге, его посадили на 9 лет именно по обвинению, что он взял взятку за то, что отпустил ранее находящегося в следственном изоляторе фигуранта уголовного дела под залог, который был внесен. якобы он не только залог разрешил использовать, но и получил при этом некую взятку. Поэтому судьи стараются не работать с этой мерой пресечения, она легко может быть использована против них, они такие же бесправные на самом деле граждане, как и мы, только обслуживающие интересы этого государства. Я лишь пробегусь по заголовкам с тем, чтобы обратить внимание на статью, что здесь это раскрывается и если возникнут вопросы, отвечу. Что происходит в камере, сколько там человек, как общаться, правда ли говорят на фене. Здесь достаточно неплохо расписано о том, что на самом деле тот ужас ужас, который пишет про СИЗО, он не всегда и не везде, но нужно быть готовым к разным сценариям. Поведение для того, чтобы минимизировать негативные последствия для себя. Можно оказаться в камере на четверых, на восьми, на четверых человек, как камеры, например, в новых крестах, а можно оказаться в камере на 150 человек или в пресс-хате, где будет 8 человек, но все они будут настроены агрессивно с целью оказания давления на тебя. Значит, как часто приходят с проверками, ну тут расписывается примерно режим следственного изолятора, что происходит в СИЗО, как выстраивается режим дня, ночи и так далее. Что можно делать в камере, чего нельзя, какие есть развлечения, грозят ли в камере насилием, куда и как жаловаться и стоит ли жаловаться, и в каких случаях. Так же расписано. Могут ли оказывать давление в СИЗО? Понятно, все понимают, что могут. И даже само по себе, чтобы было понятно, сам принцип российского уголовно-процессуального законодательства, связанный с возможностью любого человека, зачастую даже по статье «Легкой степени тяжести» поместить следственный изолятор. Это способ оказания давления со стороны следователя на человека с тем, чтобы он содействовал следователю в его изобличении, его в преступлении, в оговоре, в даче приказаний и так далее. Например, недавно в отношении меня самого по заявлению всем хорошо известного председателя Тижинского районного суда Виктора Алексеевича Шашкина, от имени самого Шашкина и также вам известного судья Васикова Владимира, было написано заявление в следственный комитет с просьбой возбудить в моем отношении уголовное дело за оскорбление судей Шашкина и Васикова, сделанное в комментариях к публикации главного редактора «Медиазоны» Смирнова, Сергея, накануне событий 28-го, как раз по событиям, имевшим дело в Дзержинском районном суде, когда арестовывали Игоря Шишкина. Там тогда Смирнов написал статью о том, как были задержаны журналисты Саша Багина и Давид Френкель. Я сидел дома, готовил вместе с группой помощи задержанных события 28-го января, где потом меня, знаете, избили, чуть не убили оперативники ФСБ, как я полагаю. Но в тот день ничего не предвещало, никаких серьезных последствий. В общем, у меня было чем заниматься, но, походу, я читал ленту. И тут пробегает информация о том, что сначала журналистов задержали, потом их обвинили в нецензурной брани, потом их, соответственно, им вменили мелкое фулиганство, потом их все-таки освободили с назначением штрафа. Ну, в этот момент у меня приходит ощущение, что здорово все-таки, что их освободили со штрафами и не арестовали, как меня, в июне 2017 года, тоже по событиям в Держевском суде, якобы за оскорбление и проявление неуважения в форме нецензурной брани ко всем судям Держевского районного суда. И я пишу такой комментарий, поскольку в статье не назывались конкретные имена судей и председателей, я решил, ну, чтобы обозначить, чтобы люди знали. Я пишу судья Владимир Васяков, точка, председатель суда Виктор Шашкин, точка. Хорошо, что ребята освободили, могли бы арестовать. Как мне это знакомо, двоеточие. И дальше цитирую четыре слова, которые мне были приписаны в 2017 году в качестве нецензурной брани. Это суки, твари, крысы, болваны. А, еще уроды, по-моему. Про, между прочим, этих слов я не использовал тогда в 2017 году. Это они сами себя такими словами обозначили. Ну, и в этом комментарии к твиту. Это был твит, в котором была ссылка на публикацию на медиазоне. И вот проскальзывает с моей стороны эмоция, выраженная таким комментарием. Если честно, я даже, если бы меня не избили до полусмерти на следующий день, я бы, наверное, и на следующий день не вспомнил о том, что я такой комментарий писал. То есть это было такое. Кто читает комментарии? Мне кажется, к твитам, по-моему, единицы пишут их еще меньше. Но правильные люди прочитали эти комментарии, вероятно, принесли судье шашки. Ну, и он не поленился. Пошел сам, написал в Следственный комитет заявление. Хотели возбудить. Почему я рассказываю? Очень хотели возбудить это уголовное дело. Потом они еще написали еще одно заявление обо, помимо оскорбления, проявлении неуважения к суду, которое якобы имело место ранее. Все для чего? Эта статья не позволяет по умолчанию арестовать человека. Там по одной квалификации штраф, по другой какие-то исправительные работы. Но в общем не связаны, доказания связаны с решением свободы. Но сам факт возбуждения уголовного дела против меня позволил бы, например, в случае назначения подписки о невыезде ограничить выезд за пределы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. А при нарушении, например, этого режима уже избрать меру пресечения в виде ареста. Все знают, наверное, дело такого бунтаря изнутри системы, питерское дело Александра Ивазова. Вчера должно было состояться начало рассмотрения уголовного дела в Калининском суде. Против него возбудили дело за воспрепятствование правосудия. Он как секретарь судьи Элины Керов в Октябрьском районном суде, молодой юрист с розовыми очками, пришедший работать в суд, чтобы стать справедливым и честным российским судьей, увидел весь тот беспредел, который там происходил у него на глазах, а потом отказался подписать сфальсифицированный... отредактированный судьей, не соответствующий реальному ходу судебного разбирательства, протокол судебного заседания. Когда на него начали давить, к нему приходили домой и оперативники, и зампредседателя суда, и судья Керо, он взял больничный, а потом уволился. Секретарей некоторое время лег на дно, уехал, по-моему, в Краснодарский край, в Сочи. Собственно, там его и арестовали. Вот статья, по которой он преследуется, изначально не подразумевала заключение под стражу в изолятор. Но, однако, тот факт, что он якобы скрывался от... зная якобы о том, что он формально не был извещен, что возбуждено уголовное дело, но, по мнению суда нашего замечательного, он скрывался от органов предварительного следствия, его держат в следственном изоляторе до сих пор, уже 8 месяцев, при том, что максимальный срок, даже по преступлениям средней тяжести, 6 месяцев. А его держат уже, будет скоро 9 месяцев. В общем, по уголовному делу, возбужденному при отсутствии к этому какого-либо повода и состава. Только потому, что пытаются с ним расправиться. Поэтому, если дело возбуждено, надо быть крайне аккуратным, не давать повода к тому, чтобы наше положение было ухудшено. Здесь, я знаю, что время подгонять. Да, я скажу еще, значит, здесь достаточно неплохо расписано про внутренний распорядок, про расправивание, про передачи и так далее. Всем, как я уже сказал, рекомендую статьи по поводу различных аспектов уголовного преследования на сайте команды 29. Не все они абсолютно обладают полнотой, но общее представление дают и помогут, соответственно, в случае, если вдруг с вами или с вашими друзьями и близкими приключится такая неприятность, а никто от суммы тюрьмы не застрахован, быть к этому готов. Теперь я готов ответить какое-то время. Да, есть вам на вопросы? Да, давайте, друзья, мы просто с 13-й, 0-0, как бы, уже заседаем. Давайте, я предлагаю, может быть, по одному вопросу. Один, второй вопрос. Я бы сразу, без максимального конечного. Мы с женой занимаемся деятельностью, которую снять и условно это можно назвать политически. Поэтому, скажем так, вероятность прихода ко мне гостей я ценю как минулевую. Вот. И поэтому я хотел бы иметь какой-то встроенный план, чтобы вот в этой явной обстановке не произошло, что я начну там что-то говорить, делать и так далее. Собственно, поэтому я не послезаю к вопросу. Поскольку я все это понимаю, мои личные объекты и дома оборудованы датчиками движения, соответственно, видеоблазения и послушки. Насколько правомерным будет требование, или если просто выдирают провода, то есть, как бы не скрыто все, да, вот действия вот этих вот лиц на время проведения вот мусорских мероприятий по поводу обыска или там как-то оперативно-развитых работ. Спасибо. Я думаю, так, если к вам пришли в рамках оперативно-развитых мероприятия или вдруг в рамках обыска по возбужденному уголовному делу, первое, вы должны поставить в известность сотрудников о том, что квартира оборудована системой видеонаблюдения, аудиозаписи, скрытой или не скрытой, сделано это за ваш счет, у вас есть договор, это является вашим имуществом. И если у них нету каких-либо законных оснований потребовать, а законы, значит, основанные на законы, со ссылкой на закон, да, всегда, потребовать от вас выключить эти системы, то любое намеренное уничтожение имущества, в том числе в рамках ОРМ и обыск, образует состав уголовно-наказуемого деяния. Это 167-я часть 2, намеренное уничтожение имущества гражданина. То есть мы таким будем пройти как... Потому что если вы скрываете о том, что ведется видеонаблюдение, это затруднит в определенном смысле, во-первых, использование вами этой информации, против них в дальнейшем, а во-вторых... во-вторых, во-вторых, ну, они могут сорвать эти провода, думают, что там какая-то для них опасность, еще что-то, но еще что-нибудь придумывают. Вот, поэтому в данном случае вашим оружием является то, что вы действуете открыто. А если не идет речь о порче, то есть, вы все же подключены к хабу умного дома, да, если просто вытаскиваются в разе, то есть у них происходит, когда о порче имущества. А вот смотрите, здесь все очень просто. Ваше опережение – это защита ваших интересов. Если вы сразу говорите, у меня здесь работает видеонаблюдение, а если вы предприняете, хотите предпринять действие, есть у вас основания, я его выключу, но вам не скажите на закон. Но если вы выключите эти сами, я отражу это в протоколе, поскольку я считаю, что ваше действие незаконно. И отразить в протоколе, чтобы оно отключено, потому что вы же не полезете к ним оказывать насильственное сопротивление, чтобы они не выдергивали провода из хабу. Не будем идет отмываться? Спасибо за это. Выдергивание проводов – это, наверное, самоупрасство какое-нибудь. Что? Выдергивание проводов – это самоупрасство какое-нибудь без вашего разрешения. Нет, они это спишут на то, что они искали за проводами белый порошок из аргентинского самолета. У меня вот такой вопрос, я не совсем поняла. При ОРМ они какие-то бумажки приносят с осознаванием своего пригода вообще? Нет, смотрите. ОРМ отличается от обыска, что у него нет протокола на данное следственное действие изначально и санкции. Не протокола, а санкции, да? Разрешение на проведение этого действия. Но исключить факт совершения оперативно-розыскного мероприятия отражается соответствующим протоколом. Это протокол осмотра места происшествия, протокол изъятия вещей, протокол осмотра автомобиля. И в этом протоколе должно быть отражено, где это действие происходило, что за действие происходило, в чем была исключительность проведения данных действий, ну и, соответственно, кто присутствовал, когда началось, когда закончилось, и право у вас на внесение замечаний, дополнений и отражения как хода, так и последствий проведения следственного действия в виде изъятия найденных, подброшенных, неважно там, предметов. Спасибо. То есть это не тайная какая-то операция, в противном случае вы можете говорить о том, что это действительно был произвол, в чистом виде, да? Потому что произвол может быть и закамуфлирован. Я как вначале говорил, что у нас произвол это норма жизни. Как это? Жизнь в России не сахар, а гексоген. Это, по-моему, такое выражение пошло с первых событий взрыва на Коширке. Есть вопросы? Да. Вопрос на частный, поскольку я не только человек со своей гражданской позиции, но и занимаюсь научной точки зрения, исследованием ворочной активности, у меня вопрос, как мне обезопасить наибольшим опытом моих респондентов. Ну, поскольку у меня материал, который, ну, там, фотографии, смитинги, фотографии. Хороший вопрос, отвечаю. В условиях усиления репрессивных действий властей, правоохранителей в отношении участников гражданских и политических акций, полагаю, что, может быть, даже выйду с какой-то инициативой и напишу об этом. Вообще предлагаю ввести определенный уровень самоцензуры, к сожалению, я противник цензуры, но самоцензуры относительно публикации видео и фотографий с таких акций, которые могут быть использованы против людей для их преследования. Это не значит, что не надо брать интервью и не надо выкладывать фотографии, там, жестких задержаний или, наоборот, отсутствия задержания после акций. Наверное, ретушировать лица. Инструменты есть и для видео, и для фото. Не называть имена или называть, там, вымышленные имена при взятии интервью. Ну, вот действовать, исходя из принципа «не навреди». Могу сказать, что я, к примеру, действую по этому принципу, ввел, например, трансляцию 5-го числа, может быть, кто-то даже ее смотрел, с Невского проспекта, и я находился в гуще событий, когда определенная группа молодых людей начала строить баррикады на углу Марата и Невского. Мое мнение глупость полнейшая, ну, то, что они делали, потому что они не имели намерения построить баррикады, ну, у них не было, видимо, плана построить баррикады и закрепиться на этих баррикадах, неважно, с какими целями. Но при этом они стали совершать действия, которые могут быть оценены как массовые беспорядки раз, как хулиганство уголовно наказуемо по 213-й-2. Но в тот момент я вел трансляцию. Разумеется, тем, кто меня смотрел, было там почти две сотни человек в трансляции, кто смотрел одновременно. В итоге ее посмотрело почти 22 тысячи человек. Понятно, что было интересно видеть, что там происходит, что люди хватают, там переворачивают эти дорожные какие-то конструкции, подтягивают бетонные кольца, строят баррикады, полиция то наступает, то отступает, ну и так далее. Как только трансляция закончилась, я ее удалил под замок, чтобы то видео, которое в трансляции есть, не было скачано. Полицейские все-таки, они не столь расторопные, чтобы вот так на ходу все это записать. Когда я последние выкладываю фотографии с акцией, я стараюсь выкладывать от себя, выкладывать лишь фотографии, где видны затылки, но либо какого-то общего плана, где невозможно идентифицировать какую-то персональную активность. Но считаю, что журналисты, которые освещают такие акции, по политическим и по соображениям безопасности, должны придерживаться где-то близких подходов. Это да, это не на всем, в общем-то, следую, а вот в случае, например, если ко мне ломаться в дверь. Вообще, вот мне лучше... А, дверь не ловил, извините, да? Я не ловил этот момент, ломится в дверь, так. А, то есть, я имею в виду, допустим... Видеофотоматериалы? Да, во-первых, видеофотоматериалы. Отвечаю, у Паши Костомарова, у Ира Старгуева, которые снимали срок, изъяли почти все материалы срока, вломившиеся, изъяли все диски, видеоархивы и так далее. По-моему, до сих пор не вернули. А может, вернули? Ну, это у знаменитых режиссеров, документалистов, которые снимали фильм срок по болотному делу, но по другим там мероприятиям. Ну, я считаю, что жизнь профессионального журналиста, репортера, в России не менее опасная, чем жизнь активиста, если не более, потому что предоставляет угрозу не только для него самого, но и для тех людей, с кем он работает, для его респондентов в том числе. Поэтому шифрованные архивы, средства шифрации сейчас достаточно доступны, обеспечивают высокую степень криптографической стойкости, использование облачных хранилищ, минимизация материальных носителей, которые могут быть изъяты и использованы. Я не знаю какого-то другого способа. Вломиться могут в любую дверь ко мне. Я живу в условиях того, что ко мне могут в любой момент прийти. Да. Еще тоже ремарку. Вроде как можно не предоставлять пароль с компьютера. То есть, если тебе говорят включите компьютер, там включите телефон, там пароли не надо предоставлять, они должны сами их угадывать. К сожалению, я не знаю, были здесь, выступала здесь Катя Косаревская и Яна выступала, да? Не знаю, говорил она или нет. Мы столкнулись с несколькими случаями, когда пароль от изъятого устройства, пароль на доступ к самому устройству или к аккаунту требует выдать у лица собственника это устройство при задержании. И отказ порождает за собой насилие, угрозы применения насилия. Скорее, в большей степени угрозы, чем само насилие. Но тем не менее, у нас есть одно дело, которым мы занимаемся. Здесь, понятно, нужно соотносить степень угрозы, сведения которой они получат, получив доступ к устройству, со степенью угрозы вашей жизни и необратимой угрозе здоровья. Я уже говорил, что никто не должен быть героем, и пытки терпеть неуносимо, как и насилие. Никто не знает заранее, как он себя поведет. Поверьте, я знаю, о чем говорю. То есть кто-то выглядит абсолютно хрупким и беззащитным, но сможет пройти не жесточайшие испытания насилием, а кто-то может выглядеть абсолютно брутально и сломаться просто на слове. Поэтому и в этом нет ничего постыдного. Ну, ни в том, ни в другом варианте. Каждый выбирает, в данном случае, по себе. Но добровольно выдавать пароль, добровольно сотрудничать с целью помочь лишить тебя свободы, я считаю, недостойно. Человек обязан. К сожалению, в нашей Конституции это не записано, но мне кажется, что человек обязан сопротивляться в любой ситуации. Это наша обязанность связана с нашими достоинствами. Мы должны защищать свою жизнь, здоровье и собственное достоинство. Чего бы это ни стоило. Понятно, что это вступает в противоречие, в том числе с угрозой уголовного преследования по статье 318 УК РФ. Насилие в отношении представителя власти. Статья 319. Оскорбление. Ну, оскорблять я вообще считаю излишне. Никогда никакие оскорбления не приводили ни к чему хорошему. Но могу привести пример. Я о нем вспомнил недавно. Было на днях. Содержали гражданского активиста Петра Трофимова. Он участвовал в ряде акций с весной. Задержали его по уголовному делу. Давнишнее дело из-за конфликта с работодателем возбуждено по статье самоуправства 330-я, часть 1-я. Максимальная санкция 6 месяцев ограничения даже, не решения, а ограничения свободы. Вместе с тем сроки преследования уголовного поджимают. Его решили поместить для экспертизы на Грибакина 6, судебно-психиатрическую экспертизу провести, что он был вменяемый на момент совершения криминированного деяния. Слишком большой угрозы само помещение туда не несет, но понятно, что это унизительно, и это ограничение свободы такой же, как и помещение в следственной изоляторе. У меня была ситуация, какое-то время назад я представлял интерес и защищал человека, которые обвиняли в трех случаях вандализма в отношении памятников Великой Отечественной войны. Можно найти историю, это Александр Лебедев, такой кузнец-художник из Петергофа. Немножко человек одержимый памятью Великой Отечественной войны. Можно сказать, что человек ментально из другого лагеря, из лагеря всех, ну вот этих условных патриотов, да, болеющих там, порой достаточно ложно памятью, а бывает обоснованно. Ну вот он обоснованно заботился о памятниках, а его решили засадить. И вот мы вместе с ним, он мне позвонил, что за ним приехали полицейские, чтобы везти его тоже на этих Грибакина-6. Ранее, чем была рассмотрена апелляционная жалоба в горсуде на постановление суда, которое разрешило его туда поместить. Мы приехали вместе, я приехал туда, и в итоге там ломали дверь. Потом его и в моем сопровождении повезли на этих Грибакинах, мы зашли внутрь. Внутри нас с нами было двое полицейских из отдела полиции, и был следователь следственного управления из Петергофа. И я считал, что врачи не будут принимать этого человека, потому что по документам у них не было оснований его принять. А я не знал, что врачи закроют на все глаза, а следователь ГСУ уже о всем договорился. Сейчас, поскольку я вел съемку в этот момент, это сильно нервировало этого следователя и врачей. Но в какой-то момент этот ГСУшник набросился и вырвал у меня фотоаппарат и спрятался в туалете с моим фотоаппаратом. Я думал, он карточку вытащит, ну, я не знаю, там, ванитаз ее спустит и вернет. Он в итоге фотоаппарат не вернул мне. Но когда он вышел, а, когда он пытался выхватить, я оказал, ну, должное ему сопротивление, потому что он получил болевую на руку. И чтобы вырвать фотоаппарат, меня уронили в партер и в итоге мне прикладом автомата, который был, дали в затылок, я какое-то время потерял контроль, фотоаппарат забрали. Вот. Ну и потом мне одели наручники, и я стою, как бы, там, моего подзащитного уиле, ну, там, в отделение за дверью, вот, выходит этот следователь и ехидничает, да, я говорю, ну, хорошо, молодец, красавец, верни это, фотоаппарат верни, ну, моя собственность. Вот. Он не возвращается в фотоаппарат, говорит, нет никакого фотоаппарата, что, кстати, вызывает удивление у двух полицейских, которые, один из которых бил меня прикладом, ну, пошли. Ну, потому что, ну, явная ситуация такого произвола. И какая-то перепалка, и когда он мне говорит, я ему смахан ногой даю в грудь, ну, довольно сильным ударом, припечатываю его к стене. После этого я получаю еще пару, там, успокоительных, как они это называют, ударов от полицейских. Вот. Этот вопит, он майор был, по-моему, он вопит, что, ну, насилие в отношении полицейского, бла-бла-бла, там, типа, все тебя посадят, теперь поедешь вместе со своим подопечным сюда на психиатрическую экспертизу и так далее. Ну, и мы приезжаем, меня привозят в отдел полиции, откуда эти были полицейские, как бы с подкрепления. Вот. Ну, и там всех опрашивают. Я, разумеется, говоря о том, что у меня человек изъял, причем насилия, фотоаппарат присвоил, ну, все такое рассказываю. Он утверждает, что я на него напал, а полицейские говорят, что я на него не нападал. Ну, вот эти два. То есть они дали показания, что никакого удара не было, никакого напарения не было, что он сам споткнулся, но также сказали, что у меня не было фотоаппарата. Вот. Нет. Ну, в этом... В этом была какая-то некая, видимо, понимаемая ими справедливость. Если честно, я признателен, потому что, ну, я был сильно, скажем так, взбешен этой ситуацией, ситуацией насильственного произвола, но с моральной точки зрения, я считаю, что я действовал абсолютно правильно, я сопротивлялся. Да. Поэтому к вопросу о сопротивлении, конечно, нужно желательно держать себя в руках и соотносить свои действия с возможными последствиями. Но, кстати, самое опасное, что представляет для нас опасность, это наш язык. Поверьте. Ни руки, ни кулаки. Лишние слова. Перепалка, которая может вызвать негативные последствия людей, ну, ранее незапланированного насилия, часто в этом виноваты мы сами. То есть надо уметь контролировать себя. Вот. Есть вопросы еще? Да. А если бы не организация Сейнер, там другие правые организации, которые сейчас... Левые. Правые другие. Левые, да. Да. Были бы другие дела... Посмотрите, есть дела саентологов, есть дела свидетелей Ягова, сейчас хватает Ягова. Есть Хизбут Тахрир. Вот если мы говорим Юг России, Крым, например, то любое... Интерес любому религиозному течению, альтернативно разрешенному, официальному, вот у нас официальное православие, там официальный ислам, любое приравнивается государством к опасной политической, террористической и экстремистской активности. Ответить почему на вопрос? Да. Все очень просто. Государство, вот это, которое нужно для удержания власти, желает контролировать мысли и мысли убеждения собственных граждан. Когда люди объединяются в сообщества, которые не подконтрольны и непонятны, они видят возможную угрозу для себя. А в ряде случаев просто используют это для того, чтобы демонстрировать фиктивную угрозу. Фиктивную угрозу выдают за реальную, с тем, чтобы получить звезды на погоны, обосновать свои бюджеты и так далее. Я приведу пример. Взрыв в петербургском метро. Эта информация мало кто знает, она не публичная особо. Оперативную игру с людьми, которых задержали потом, и обвиняют в том, что они создали террористическую группу для подрыва метро, официально, до сих пор дело не закрыто, мы еще ничего толком о нем не знаем. Тем не менее, эту оперативную игру вели оперативники Национального антитеррористического комитета, есть у нас такая структура, которая действует не в рамках федерального закона, а в рамках определенных там ведомственных постановлений. Но они еще и сотрудники ФСБ из Москвы. Вот они сюда ездили, в течение там, по-моему, года или двух, вели игру, что-то поиграю, это значит введение агентов, вербовка кого-то, наблюдение, взаимодействие с группой Слежка. Они ездили сюда с Апсаном и первым классом, жили в четырехзвездочных отелях, катались на Uber по люксовому тарифу. Это из материала в дело. Ну так, я виду. Очень прекрасно отдыхали в Санкт-Петербурге за счет бюджета. Как-то так. То есть я в своих рассуждениях, которых сегодня начал свою часть лекции, строю на очень примитивных принципах. Кому это выгодно, зачем это выгодно. И тогда, если вот эту логическую цепочку выстроить, ты понимаешь, что либо это локальные интересы группы. Меня спрашивают, кто меня, например, на меня напал. Зачем это было сделано? Зачем у меня была голова, как в мешке панды, теперь у меня в руке до сих пор витишам, титановые пластины и так далее. Я считаю, что это была неавторизованная активность оперативников ФСБ, которых достали, в том числе, мои публикации, мои действия, препятствующие им выполнять ту работу, за которую они получат звездочки, ту, за которую их похвалят, их руководство повысит должности. Я не думаю, что где-то там сверху, на уровне замов или Бортникова, или директора ФСБ, кто-то сказал, вот там есть правозащитник Идрисов, он там помогает, левым, правым, адвокатов посылает, там, судей не боится, давайте его там убьем, да, там, или или побьем, но мне наподлинно известно, что люди, которые на меня напали, были профессионально подготовлены, вот, действовали слаженно, у них была субординация, и они напали с конкретной целью, либо запугать, либо убить, вот, и то, что закончилось для меня достаточно, скажем так, слово я не скажу, лайтово, потому что, вот, рука до сих пор болит при любом изменении погоды, да, и голова тоже, вот, но тем не менее, я с вами общаюсь, вот, но то, что с их стороны результат не достигнут, я не боюсь, я по-прежнему занимаюсь тем, чем занимаюсь, потому что, как только ты начнешь бояться, иначе надо это заканчивать, ну, просто так это устроено. Друзья, я предлагаю вот на этом закончить пожелание, потому что оно, как бы, очень хорошо совпадает с тем, что я хотел сказать в решение, давайте поблагодарим динамо. Приходите в стены, да, у нас будет еще массовое приятие, возможно, на следующей неделе, следите за новостями группе с тем, да, если хотите присоединяйтесь к нашей политической активности, да, вступайте в РСД, или не вступайте в РСД, как хотите, вот, но главное поддерживайте подзаключенных, да, участвуйте в политической жизни, да, и спасибо всем, кто выдержал здесь с самого начала, до самого начала. А я воспользуюсь правым гостем, скажу, что офис Россисидящий работает на Владимирском проспекте, там 14, каждый день с 11 до 17, там есть как минимум один человек, это Анна Клеменко, хозяйка офиса, я бываю там не так часто, количество людей у нас в ближайшее время, надеюсь, увеличится, в том числе за счет волонтеров, поэтому мы ждем, если кто-то желает участвовать в гуманитарных правозащитных проектов, которых занимается Россисидящая, и имеет какое-то время, или идеи о том, как этим проектам можно помочь, просто заходите в гости попить чай, кофе, Владимирский проспект, дом 14, это соседний дом от театра Ленсовета, первый двор, там это бар, во дворе находится, и большая вывеска, Русидящий, указатели все есть, надеюсь, там осенью, в октябре у нас будет правозащитная школа общественных защитников, и можно будет на сайте пройти анкетирование, я думаю, что где-нибудь в июле, в августе месяце, записаться на эту школу и потом присоединиться к обучению в школе, а возможно в дальнейшем присоединиться и к тем прекрасным общественным защитникам, которые в Петербурге, это уникальное явление, существует и помогает задержанным и преследуемым по разным мотивам, вне зависимости от политической ориентации, убеждений и так далее. Я знаю, о чем я говорю, потому что я сам в группе помощи был с 2012 года, кто следит за активностью, не даст соврать, что я защищал и антифашистов, и националистов, и даже нацистов, и ЛГБТ-активистов, и левых, и правых. И для меня никогда не стоял вопрос, как не стоит для группы помощи задержанным, помогать или не помогать человеку, оказавшемуся под репрессией государства, неважно, вне зависимости от его убеждений, даже если они нам кому-то представляются ошибочными или мы с ними не согласны. Спасибо. Да, и друзья. задержанным телефонам. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok